Подвиг без срока давности. Накануне Дня ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, которая отмечается 14 декабря, в Запорожье вспоминали о людях, пожертвовавших своей жизнью и здоровьем ради спасения человечества. В центре города герои, прошедшие через пламя крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества, представители местной власти и просто неравнодушны, возложили цветы к монументу чернобыльцам. Они спасли мир ценой своей жизни и здоровья. Их дата 14 декабря. Накануне Дня ликвидатора Чернобыльской катастрофы возле Запорожского фонтана жизни собрались чернобыльцы. По их словам, это прекрасный повод снова вспомнить не только о своих ушедших товарищах, но и о насущных проблемах живых. Одни из основных – медобслуживание и пенсии. Те нормативные положения, которые отражены в законе, они должны выполняться. То есть инвалиды Чернобыля, третья, вторая и первая группа должны получать 6, 8 и 10 минимальных зарплат. Потому что это люди, которые положили здоровье свое и жизнь на алтарь Отечества. Вместе с тем чернобыльцы признают – местные власти всегда идут им на встречу. Диалог между ними не ситуативный. Работа поставлена на поток. Наша задача – это сделать все, чтобы чернобыльцы чувствовали заботу городской власти о себе. И я думаю, что со стороны актива городской организации такой контакт у нас есть. Чернобыльскую катастрофу многие называют началом войны, а День ликвидатора – это как День Победы. А памятник победителю должен быть в каждом городе. В Запорожье он появится в ближайшее время. Наша задача этим летом, чтобы на этой площади был памятник чернобыльцам. Мы его… Проект уже есть, мы его обязуемся открыть в следующем году. Сегодня областное объединение Союза инвалидов Чернобыля насчитывает 6 855 человек. И только за прошлый год, говорят представители организации, их стало меньше на полторы сотни.